Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Зачем нужен новый вид анализа на COVID-19? Вместо шести соток четыре вступили в силу новые санитарные нормы и правила планировки застройки дачных участков. Плитка отвалилась, буквы заросли сорняками, когда благоустроят одно из знаковых мест города. Далее расскажем обо всем подробно. Коронавирус взял очередной психологический рубеж. Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 5 миллионов. Прирост за сутки составил почти 100 тысяч случаев. За весь период пандемии от болезни умерло около 330 тысяч человек. Между тем, экономика Европы начинает восстанавливаться после пика эпидемии коронавируса. Кипр с 15 июня возобновляет прием туристов. Но до кризисного уровня ждать придется долго. В 2020 году Минтуризм страны рассчитывает на 30% турпотока от показателей прошлого года. В России зафиксировали 317 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 92 тысяч человек. Не справились с болезнью и умерли 3099. После улучшения эпидемиологической обстановки в стране планируют провести парад, посвященный 75-летию победы и голосованию по поправкам к Конституции. Они могут пройти в один день – 24 июня. Окончательного решения пока не принято. В Нижегородской области количество умерших от коронавируса увеличилось до 53. За последние сутки болезнь обнаружили еще у 204 жителей региона. В целом пробы верифицированы у 7 413 человек. В Нижегородской области, в которой проживает более 3 миллионов человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России. Немалую лепту в эту статистику внес Дивеевский район, где COVID-19 заразились порядка 300 монахинь и более сотни жителей региона. Между тем, в родной обитель вернулась настоятельница Серафима Дивеевского монастыря, игумени Сергия Конкова. В 15 дней она лечилась в одной из московских больниц. Настоятельница поблагодарила всех, кто способствовал выздоровлению. Благодарим также сотрудников больниц, где лечились наши сестры. Ну, во-первых, самоотверженный труд медицинских работников нашей монастырской больницы, которые приняли на себя основной удар. И основное количество сестер проходило сначала через монастырскую больницу, а потом уже направлялись или в Саровскую больницу, или же в Нижегородскую больницу. Или в Арзамас, или даже... Вот сейчас 5 человек еще лечатся в Москве. Еще 37 человек лечатся при монастыре, остальные в Сарове, Арзамасе и Москве. Игумени отметил, что Дивеевский монастырь получил необходимые медикаменты, средства защиты и дезинфекции, в том числе и от неизвестных жертвователей, и напомнило, что пока молитвы совершаются в закрытых храмах. После трех дней затиши в Сарове новые изразившиеся. Два человека заболели коронавирусом за последние сутки. Всего выздоровели 48 пациентов. В условиях стационара лечатся 9 саровчан. Одного человека из Приволжского окружного медицинского центра привезли в Саров. Мужчина чувствует себя лучше и находится в средне-тяжелом состоянии под наблюдением медиков. Остаются 33 человека, контактировавших с больными COVID-19. Некоторые послабления в режиме повышенной готовности наталкивают горожанам мысль о скорейшей отмене ограничительных мер. Наш опрос в социальных сетях это подтверждает. 68% участников опроса считают, что режим самоизоляции можно отменять, так как большинство людей уже вышли на работу. Несогласны со скорой отменой ограничительных мер и предлагают продлить профилактические мероприятия 21%. Наименьшее количество голосов набрали пункты «Мне все равно» и «Я не соблюдаю самоизоляцию». По статистике, около 40% зараженных коронавирусом либо не имеют симптомов вообще, либо болеют COVID-19 в легкой форме. Многие могут и не догадываться, что перенесли болезнь на ногах. Выяснить это помогут тесты на антителак SARS-CoV-2. В Сарове сдать такой анализ можно в медицинском офисе «Инвитро». Тест на антителак коронавируса желательно сдать беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто активно общается с другими людьми, как, например, журналистам. И вот я для собственного успокойствия решила сдать этот тест. В Сарове это можно сделать в медицинском офисе «Инвитро». Тест качественный, а значит, позволяет выявить факт перенесенного заболевания COVID-19, даже если у вас не было симптомов. Чувствительность теста 95%, специфичность 98%. Он выдается в терминах положительно, отрицательно, сомнительно. Если у вас положительный тест, то вы, скорее всего, переболели данной инфекцией, можете быть спокойны за свое здоровье в дальнейшем. Особой подготовки перед тестом не требуется, запись тоже не нужна. Приходя на анализ, клиент может быть спокоен за свое здоровье. И «Инвитр» соблюдает все предписания Роспотребнадзора. «Перчаточный масочный режим, термометрия, бактерицидные лампы, дезинфекция после каждого пациента». Также каждый клиент заполняет анкету. Кровь берут из вены, сама процедура занимает пару минут. Анализ делают в течение четырех рабочих дней. «Ну вот, все быстро, совсем не больно и не страшно. Небольшой период ожидания впереди, и я буду точно знать, болела ли я коронавирусом или нет». Подробную информацию о том, как сдать тест на антитела к коронавирусу, можно узнать в медицинском офисе «Инвитро» по адресу проспект Ленина, дом 17. Или позвонив по телефону 60444. На Нижегородском портале «Вам решать» появились новые разделы для обращения граждан. Культура, природа, экология, спорт. Расширили категорию строительства. Напомним, портал «Вам решать.рф» был запущен в феврале 2020 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На сайте жители региона могут пожаловаться на отсутствие освещения, ямы на дорогах, несанкционированную свалку мусора, оставить предложения по благоустройству общественных территорий и многое другое. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На портале Госуслуг заработал отдельный сервис для оформления выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пока что им могут воспользоваться жители 65 регионов России, в том числе Нижегородской области. Остальные регионы будут подключать по мере готовности. Напомним, дополнительные выплаты на детей от 3 до 7 лет получат семьи со среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума. Пособие назначается на каждого ребенка. Выплаты начнутся с 1 июля 2020 года. Выпускников атомных городов поздравят в режиме онлайн. 25 мая на сайте rosatomschool.ru начнется последний звонок с участием популярных российских актеров и исполнителей. Для ребят выступят Мальбек и Сюзанна, Мия Бойко, Глеб Калюжный и Дмитрий Бигбаев. Выпускники смогут не только увидеть артистов и посмотреть их новые клипы, но и напрямую пообщаться с ними. На страницу последнего звонка уже сейчас можно присылать вопросы, адресованные звездам. Самые интересные сообщения зачитают в прямом эфире, а их авторы получат памятные подарки. Последний звонок в онлайн формате начнется в 13 часов. В четверг, 28 мая в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан для организации временной работы для несовершеннолетних. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по номеру 7 92 20. Высота заборов, расстояние от ограждения до построек и ширина проездов между дачными участками. Жизнь садоводов и огородников регламентируется санитарными нормами и правилами. В последней редакции СНИПов установлены новые требования к ведению дачного хозяйства, расположению построек различного назначения. Также свод правил заменил минимальный размер загородных участков. Подробности в следующем репортаже. Традиционные шесть соток уходят в прошлое. По новым СНИПам минимальная площадь дачного участка теперь равняется четырем сотам гектара. Появились и требования к границам дачных хозяйств. Так, заборы между соседними участками не должны быть глухими. Установили минимальную ширину проезжей части улиц – пять с половиной метров. Плюс пешеходная зона – один метр. Свод правил по планировке и застройке садоводческих товариществ изменили впервые за 12 лет. Но не все нормы можно применить в жизни. Например, определено минимальное расстояние от границы садоводства до лесного массива. Это 15 метров. Ну, если даже вы посмотрите, за нами лес. И так исторически сложилось, что многие у нас участки находятся фактически на территории лесной зоны. Наложили веты и на стихийные мусорные свалки. Всю ненужную органику необходимо складывать в компост на садовых участках. Для стекла, металла и пластика на территории садоводческих товариществ должны быть установлены контейнеры для сбора ТКО. СНИПы носят рекомендательный характер, но нормы, прописанные в них, ложатся в основу уставов дачных сообществ. Помимо СНИПов существуют еще уставы садоводческих товариществ, которые на практике учитывают эти СНИПы. И есть еще постановление местной администрации, которое тоже может учитывать отдельное положение данных СНИПов. И вот эти документы уже являются предписывающими. То есть обязательными к исполнению любым дачникам. Первый совет горожанам, решившим купить участок, нужно ознакомиться с уставом садоводческого товарищества. А в случае возникновения спорных вопросов с соседями, сначала попробовать договориться по любовным. Практика показывает, что суд – это крайний случай, когда уже другие все варианты исчерпаны. И большинство спорных ситуаций решается именно в досудебном порядке. По возможности привлекать правление товарищества для решения спорных вопросов. Если дело и дойдет до суда, то решение правления будет рассматриваться как один из аргументов. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. Обломки плитки, мусор и заросли сорняков ежедневно наблюдают соровчане, проходя по лестнице Миру-Мир. Внешний вид объекта уже давно вызывает беспокойство у жителей города. Вместо обещанной благоустроенной территории – рисунки на перилах и постройках по соседству, отвалившиеся плиткой бутылки на газоне. Когда городские службы и подрядчик приведут территорию в порядок, выясняла наша съемочная группа. Одна из знаковых достопримечательностей города – лестница Миру-Мир – сейчас находится в неприглядном виде. По углам лежат обломки плитки и мусор, перила исписана граффити. А облицовочный камень в некоторых местах почти весь отвалился. Особенно отчетливо проблема видна на верхней площадке. На самих ступенях плитка тоже разваливается. Местные жители убрали ее в сторону, чтобы не мешало проходу. Повреждена брусчатка, поврежден мортовой камень. Но это, скорее всего, происходит из-за того, что используются химреагенты, наверное. Потому что в целом площадка нормальная, где места прохода идет посыпка песка или какие-то механизированные уборки. Но, тем не менее, оказывает влияние на конструкции. Сотрудники Управления капитального строительства и Департамента городского хозяйства в январе обсудили с подрядчиком состояние лестницы и наметили план работ, который в итоге пришлось отложить. По словам Сергея Сергеева, из-за ограничительных мер в связи с пандемией некоторые специалисты не могут въехать в Саров. Мы вместе с подрядчиком и представителем ДГХ встречались на месте. определили для себя период восстановительных работ в рамках исполнения гарантийных обязательств. Апрель месяц. Но получилось так, что вот тут эти обстоятельства, которые на данный момент не позволяют произвести эти работы. Городскую лестницу построили еще в 1956 году. В 2017-м подрядчик сдал в эксплуатацию обновленный объект. По задумке наверху должна была располагаться ротонда, украшенная цветочными клумбами. А по всему периметру выстриженные газоны. Картина, что предстает перед глазами саровчан сейчас, проект напоминает лишь отдаленно. Символичную надпись «Миру мира» вовсе с каждым разом все труднее рассмотреть. Склон обрастает травой и мусором, убирать который городские службы не торопятся. В данный момент лестница «Миру мир» на должном уровне, наверное, не обслуживается. То есть стрижка не производится, слова эти замечательные «Миру мир» не видны. Стоимость реконструкции, которую завершили три года назад – 5 миллионов рублей. Исправлять строительные недочеты подрядчик будет за свои деньги в рамках гарантийных обязательств. Провести необходимые работы компания планирует до 1 июля. При условии ослабления ограничений на въезд. Дарья Хозина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Монеты различного достоинства, украшения и обломки предметов быта. Хотя наш город молодой, его окрестности таят в себе много исторических загадок и артефактов. Кладоискатель находит на территории древних поселений интересные вещи разных эпох. Любители истории с металлоискателями проходят по лесным дорогам и по найденным вещам устанавливают места поселений наших предков. Вот в этих отвалах копеечка царская была найдена. До третьего Филипповского озера мы добирались по лесной дороге. Все это время Сергей Клочков рассказывал о том, как прочесывал эти места с металлоискателем. Что находил. Среди лесной чащи он опытным взглядом выхватывал растущие ровными рядами деревья. Это еще одно свидетельство того, что много лет назад здесь жили люди и возделывали поля. Поэтому именно эту местность он выбрал для поиска артефактов. Раньше здесь находился относившийся к Саровскому монастырю Пустынка Филиппова. Эта местность по датировке ее и картам она 1800 какого-то года, а самая старшая монета 1700 какого-то года. Повторюсь, дату не удалось рассмотреть. Поэтому делаю вывод, что эта местность гораздо старше, чем о ней говорят. Система прудов была одним из важных хозяйственных объектов Саровского монастыря и использовалась для сплава леса. На берегу располагались жилища монахов. Помимо монет различного достоинства Сергей находил в этих местах предметы быта и украшения. В мини-экспедициях он снимает ролики о находках и выкладывает их на своем канале в ютюбе. На этой территории была найдена часть складня. Значит, естественно, кресты или части крестов. Есть молодые кресты 18 века, есть 17-го, крестики нательные. За время съемок, который нам чуть было не сорвал дождь, Сергею удалось найти всего одну монету. 20 копеек 1946 года. Но не всегда так везет. Бывает, что после многочасовых прочесываний уходят ни с чем. А началось его увлечение поисками старинных монет и артефактов еще в детстве. Началось это, значит, с поисков советских монет, советский период, по пути из школы до дома. То есть там, где прошел снегоуборочный трактор, он сметался в одну сторону. Соответственно, ты шел по этой стороне и находил монетки. Считанные дни остались до того, как Сергей положит оборудование в чехол. Виной тому клещи, комары и дикие животные. На самом деле сезон, когда можно с металлоискателем исследовать исторические места, а не долог. Это несколько недель после исхода снега и столько же поздней осенью. Елена Грескова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закажите любимые блюда из ресторана «Прайм» с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте праймсаров.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова